Итак, работа Владимира Ильича Ленина О карикатуре на марксизм и об империалистическом экономизме Эта работа была Владимиром Ильичом написана в августе-октябре 1916 года То есть во время второй годовщины сначала первой мировой войны Войны империалистической Как было сказано в работе «Социализм и война» Опять же Владимира Ильича Ленина, которую мы совсем с вами недавно изучали И надо сказать, что эта работа по карикатуре на марксизм Она как бы перекликается с теми мыслями, которые были изложены Владимиром Ильичом Лениным Вот в предыдущей работе «Социализм и война» И почти в самом, значит, работа эта была связана с тем Что, опять же, оппортунисты в лице Пятакова Под кличкой Киевский Или как, не под кличкой, а как Подсимтонимом Подсимтонимом Киевский, да Была опубликована статья Ну, об отношении к империалистической войне И особенно, значит, опять же Звучал лозунг защиты Отечества Тот лозунг, который звучал во многих социал-демократических партиях Которые предали рабочие движения и пошли на поводу буржуазии То есть, как бы В этой работе Владимир Ильич Развенчал вот эти все потуги защиты Отечества Буржуазного Отечества И наряду с анализом вот этих оппортунистических ошибок этого Пятакова Он высказал четкие, правильные мысли и взгляды на войну вообще На войны вообще, которые существовали И, в частности, на ту войну, которая шла в этот период На Первую мировую войну И почти в самом начале работы, ну, после некоторых... Я думаю, тогда стоит добавить, что это 16-й год, то есть война уже идет два года Я сказал, сам начальник Да, через два года Вторая годовщина Все те же возникли Да, 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 уже вторая годовщина была этой империалистической войны И после небольшого вот вступительного анализа ошибок этого киевского Он, опять же, возвращается к своей работе «Социализм и война» И говорит, что в этой брошюре на странице пятой Черным по белому написано, что социалисты признавали И признают сейчас законность, прогрессивность, справедливость, защиту Отечества Или оборонительной войны только в смысле свержения чуженационального гнета То есть война справедлива только когда народ свергает чуженациональный гнет, как выразился Владимир Ильич И дальше о защите Отечества он говорит Что же такое защита Отечества вообще говоря? Есть ли это какое-либо научное понятие из области экономики и политики? Нет, это просто наиболее ходячее, общеупотребительное, иногда просто обывательское выражение, означающее оправдание войны Ничего больше равнёхонько ничего Обыватели способны всякую войну оправдать, говоря, мы защищаем Отечество Тогда как марксизм, не принижающий себя до обывательщины, требует исторического анализа каждой отдельной войны Чтобы разобрать, можно ли считать эту войну прогрессивной, служащей интересам демократии или пролетариата В этом смысле законной, справедливой И далее, лозунг защиты Отечества Есть сплошь да рядом обывательски несознательное оправдание войны При неумении исторически разобрать значение и смысл каждой отдельной войны То есть, прежде чем говорить о том, что справедливая война или несправедливая Нужна защита Отечества или нет? Нужно, как говорит Владимир Ильич, исторически разобрать значение и смысл каждой войны И далее, марксизм дает такой анализ И говорит, если действительная сущность войны состоит, например, в свержении чуженационального гнета То война прогрессивна со стороны угнетенного государства или нации Если действительная сущность войны есть передел колоний Дележ добычи, грабеж чужих земель Таковая война 1914-1916 года Потому что, как он на момент написания этой работы Тогда фраза о защите Отечества Есть сплошной обман народа Как же найти действительную сущность войны? Как определить ее? Война есть продолжение политики Надо изучить политику перед войной Политику, ведущую и приведшую к войне Надо, видите, с чего надо начинать изучить политику Когда мы оцениваем сейчас войну, которая идет на Украине Нужно то же самое сделать Изучить политику, которая привела к этой войне Если политика была империалистическая То есть защищающая интересы финансового капитала Грабящая и угнетающая колонии и чужие страны То и война, вытекающая из этой политики Есть империалистическая война Если политика была национально освободительная То есть выражавшая массовое движение против национального гнета То война, вытекающая из такой политики Есть национально освободительная война Вот с такими критериями предлагает подходить к каждой войне Владимир Ильич Ленин Я думаю, что этот критерий вполне подойдет и сейчас Далее он говорит, что Обыватель не понимает, что война есть продолжение политики И потому ограничивается тем, что Где неприятель нападает, неприятель вторгся в мою страну Не разбирая, из-за чего ведется война Какими классами, ради какой политической цели Для обывателя важно, где стоят войска Кто сейчас побеждает Для марксиста важно, из-за чего ведется данная война Во время которой могут быть победителями То одни, то другие войска Война между империалистическими То есть угнетающими целый ряд чужих народов Опутывающими их сетями зависимости от финансового капитала Великими державами или в союзе с ними Есть империалистическая война Такова война 1914-1916 года Защита Отечества в этой войне Есть обман, есть оправдание ее Война против империалистических То есть угнетательских держав Со стороны угнетенных, например, колониальных народов Есть действительно национальная война Она возможна и теперь Защита Отечества со стороны национально угнетенной страны Против национально угнетающей Не есть обман И социалисты вовсе не против защиты Отечества в такой войне Самоопределение наций Есть то же самое, что борьба За полное национальное освобождение За полную независимость Против аннексии И от такой борьбы Во всякой ее форме Вплоть до восстания или до войны Социалисты не могут отказаться Не переставая быть социалистами Вот такой взгляд на империалистические войны Владимира Ильича Далее Договориться же До отрицания войны Действительно ведомой ради освобождения наций Значит дать худшую карикатуру на марксизм То есть это он обращается к оппортунистам Войны Суть продолжения политики Поэтому раз имеет место борьба за демократию Возможно и война из-за демократии Самоопределение наций Есть лишь одно из демократических требований Ничем принципиально не отличающееся от других Мировое господство Эти слова Ленин берет в кавычки Есть говоря кратко Содержание империалистической политики Продолжением которой является империалистическая война Отрицать защиту отечества То есть участие в войне демократической Есть нелепость Не имеющая ничего общего с марксизмом Прикрашивать империалистическую войну Применением к ней понятия защиты отечества То есть выдавая ее за демократическую Значит обманывать рабочих Переходить на сторону реакционной буржуазии Вот так он разделяет войны Империалистические и освободительные Далее Владимир Ильич говорит Как бы полемизируя с оппортунистами Спрашивается Из того что передовой европейский и американский капитализм Вступил в новую эпоху империализма Вытекает ли что войны теперь возможны Лишь империалистические Это было бы нелепым утверждением Неумением отличить данное конкретное явление От всей суммы разнообразных Возможных явлений эпохи Эпоха потому и называется эпохой Что она обнимает сумму разнообразных явлений и войн Как типичных так и нетипичных Как больших так и малых Как свойственных передовым Так и свойственных отсталым странам То есть речь идет об эпохе империализма И в связи с этим Владимир Ильич продолжая анализ Говорит что экономический империализм Или эпоха финансового капитала То есть империализм это эпоха финансового капитала Есть высшая ступень развития капитализма Ну об этом мы с вами говорили Рассматривали когда империализм как высшая стадия капитализма Прекрасно понимаем все Так вот империализм есть высшая ступень развития капитализма Именно такая Когда производство стало настолько крупным и крупнейшим Что свободу конкуренции сменяет монополия В этом экономическая сущность империализма Монополия проявляется и в треслах, синдикатах И во всесилии гигантских банков И в скупке источников сырья И в концентрации банковского капитала То есть в экономической монополии все дело Политической надстройкой над новой экономикой Над монополистическим капитализмом Является поворот от демократии к политической реакции То есть империализм склонен к политической реакции Мы видим, что такое и сейчас присутствует Свободной конкуренции соответствует демократия Монополии соответствует политическая реакция Финансовый капитал стремится к господству, а не к свободе Уделять внешнюю политику из политики вообще Или тем более противополагать внешнюю политику внутренней Есть в корне неправильная, не марксистская, не научная мысль И во внешней политике, и во внутренней Одинаково империализм стремится к нарушениям демократии к реакции В этом смысле неоспоримо, что империализм Есть отрицание демократии вообще Все эти демократии А вовсе не одного из требований демократии А именно самоопределение наций Но почему он делает упор на самоопределение? Потому что в этот период как раз очень много было дискуссий И самоопределение наций Поскольку шла борьба за колонии и так далее Далее об империализме продолжает Владимир Ильич Империализм есть экономически монополистический капитализм Чтобы монополия была полной Надо устранить конкурентов Не только с внутреннего рынка С рынка данного государства Но и с внешнего Со всего мира Есть ли экономическая возможность В эру финансового капитала Устранить конкуренцию даже в чужом государстве? Конечно есть Это средство Финансовая зависимость И скупка источников сырья А затем и всех предприятий конкурента Слава может подтвердить Что на Сахалине Уже скуплены предприятия Кое-кем из-за океана Из-за океана Это называется совместный проект Но фактически все давно скуплено И не только на Сахалине Даже наиболее крупное наше предприятие Уже основной капитал Принадлежит заокеанским и западноевропейским капиталистам Ну ладно Мы отвлеклись от Владимира Ильича Далее Владимир Ильич говорит Американские тресты Есть высшее выражение экономики империализма Или монополистического капитализма Для устранения конкурента Тресты не ограничиваются Экономическими средствами А постоянно прибегают К политическим и даже уголовным Но было бы глубочайшей ошибкой считать Экономически неосуществимой монополию трестов При чисто экономических приемах борьбы Напротив Действительность на каждом шагу доказывает Осуществимость этого Тресты подрывают кредит конкурента Через посредства банков То есть хозяева треста Есть хозяева банков И они скупают акции Тресты подрывают подвоз материалов конкурентам Хозяева треста Треста в суть хозяева железных дорог Путем скупкой акции Скупкой акции Тресты на известное время Сбивают цены ниже себестоимости Тратя на это миллионы Чтобы разорить конкурента И скупить его предприятия Его источники сырья Рудники, землю и так далее Ну по нашей экономике мы видим Что разорили Разорили Нашу экономику российскую Этими способами О которых говорил еще Владимир Ильич Ленин Далее Крупный финансовый капитал Одной страны Всегда может скупить конкурентов И чужой Политически независимой страны И всегда делает это Экономически это вполне осуществимо Экономическая аннексия Вполне осуществимо Бесполитической И постоянно встречается Самоопределением наций Называется Политическая независимость их Империализм стремится Нарушить ее Ибо при политической аннексии Экономическая Часто удобнее Дешевле Почему? Легче подкупить чиновников Добиться концессии Провести выгодный закон И так далее Причем она сподручнее Спокойнее Совершенно так же Как империализм Стремится заменить демократию Вообще олигархией Олигархия у нас тоже Уже Посажена В государстве Вот это предвидение Как бы не только предвидение А констатация фактов Владимиром Ильичом Лениным На тот период Сто лет назад И то что Мы можем сейчас Увидеть Происходит То же самое Абсолютно Империализм Не изменился Ну и далее Хочу Как бы В заключение Того О чем мы с вами То что мы с вами Рассмотрели Такие слова Владимира Ильича Привести Раз господствует Товарное производство Буржуазия Власть денег Подкуп Прямой Или через биржу Осуществим При любой форме Правления При любой демократии Спрашивается Что изменяется В рассматриваемом Отношении При замене Капитализма Империализмом То есть Дом монополистического Капитализма Монополистическим Только то Что власть Биржи усиливается Ибо финансовый Капитал Есть Крупнейший Дорожший До монополии Промышленный Капитал Слившийся С банковым Капиталом Крупные Банки Сливаются С биржей Поглощая Ее Вот суть Империализма Вот выражена В этих словах Значит На этом работа Конечно Не заканчивается Но я хочу На этом Остановиться Потому что Здесь Именно вот В этой части Как бы В первой Третьей Этой работы Выражена Суть Понимания Марксизмом Империализмом В целом Вообще И как бы Отношение К войнам И как Марксизм Относится К войнам Как Относится К защите Отечества Которых Призывали Оппортунисты И так далее Далее Если Эта работа Интересна Я вам рекомендую Самим до конца Прочитать Но далее Он полемизирует Опять же Здесь В основном Уже Полемизирует И приводит Исторические Примеры Значит С оппортунизмом С неправильным Взглядом На войну На капитализм На империализм В целом Поэтому На этом Я хочу Остановиться В рассмотрении Этой работы Пожалуйста Какие-то мне Возникли вопросы Или Я если честно Немножко удивлен Я из этой работы Мог бы Выднуть Там Определение Империализма Как капитализм Перерастает В империализм Мы же с вами Рассматривали Империализм Как высший Старик Капитализма Мы все это Рассмотрели С вами Все прекрасно Что такое Империализм И почему Является Высший И последний Старик Империализм Я не знаю Почему Мы должны Сейчас К этому Возвращаться Еще раз Нет Работа Называется О карикатуре На марксизм Скорее Надо было Рассматривать Ничто Такое Опять повторять Что такое Империалистическая Война Право На ценоопределение Интереснее Другой момент В самой работе Что Пятаков Один из Видных Деятелей Партии Самый Крайний Последний Член Работающий В газете Опять же В большевистской То есть Имеющий Выше Образование Не доучился Но Имеющий Образование Какой-нибудь Забитый Крестьянин Это умный Начитанный Человек Но тем не Неправильно Понимающий Марксизм Да А не понимающий Самые основы Да Упустим Очень интересный Монент Что делать Да Там Владимир Лич Начинает С первого Предложения Которого Использовался В своей статье И смеется На тем Что не понимает Что такое Диалектика Да Я как раз Скорее думал Что вы В этой работе Будете рассказывать О этом Не про Самый Империализм Такой О том Что Ну извините Партии действуют Уже не первый год Опускаются газеты Есть программа Партии Так Одни из первых Людей Первых лиц Партии Несут Такую Отковенную Чушь Несовместимую С программой То есть тебе Интересны Взгляды Именно Оппортунистов Что они С собой Представляли Да И почему Их надо было Развечить Это тебе Интересно Да Работа Что называется Карикатура А вы Про карикатуру Не такого Расскажите Значит Что лимит На революции Исчерпан Что диктатура Пролетариата Себя и жила Нам этого хватает Вот так Нам Что мы изучаем В кружке Мы изучаем Правильный Научный Марксистский Взгляд Не только На историю Но и На общественные Отношения Вот у нас Мы цель Ставим Выработать Правильные Взгляды Поэтому я И остановился Именно На научном Понимании Марксизма А не на Его извращении Всякими Оппортунистами Владимир Сослался Как раз На прошлую Брошюру Которую Ну и что Из этого Следует И которую Мы разбирали Сосциализм Там все Это уже Писано И дискуссия Возникла В том Что извините Два года Назад Вышла Брошюра И все Прочитали Никто Не был Против И через Два года Опять Поднялся Этот вопрос Значит Опять Нужно Правильное Понимание Это самое Чтобы Дошло До Марксистов Для тех Кто изучает Марксизм Возникает Вопрос Капитал Написан Все 50 лет назад Мы его все равно Изучаем А его До сих пор Не понимают Опять же Нужно изучать Его Да А те Кто кричит Что там Что-то не так И не это Надо Вот как Товарищ Ленин Распинать Всякими Хорошими Слышками То есть Ты предлагаешь Продолжить Изучение Этой работы В том плане Что Изучить Вопросы Те которые Изложены Были Битаковым Да Так что ли Нет Я в том плане Что Собственно Не просто Точнее Недостаточно Назвать себя Марксистом И Левым Как у нас Сейчас модно А надо Все-таки Изучать Теорию Если Твои взгляды Теории Расходятся То вопрос Какой же Ты марксист И собственно Что ты делаешь В партии После этого Да Ну и Владимира Ильича Я славе Он давал Что марксист Лишь тот Кто признает Распространение Борьбы Классов До Признания Диктатуры Проветариат Помните Да Такие слова Владимира Ильича Из государства Революции Кстати Нам Стоит вернуться К изучению Этой работы Это очень Грамотная Очень толковая Марксистская работа Государства Революции Мы по-моему Давно К ней не обращались Нет Тут смотря С какой стороны Смотреть Вот это Зрашур Прекрасно Хотите Можете Рассмотреть На Псевдо Марксистов Как посмотрел Можно посмотреть На Как вы Вытащили Туе Состав Ильяющую часть Которая Рассказывает Про империализм И империалистические Воды А можно Третью Которую Вы оставили Наше Самостоятельное Обучение Да Изучение Происходит Как становление Капитала И переход Здесь не совсем Так Здесь не совсем Так Ну есть Да Есть пример Допустим Норвегии Как становился Капитал Норвегии Да Есть Такие Но Для цен Вы опять же Сказали Что Опять же В этой же Есть работа То есть Она достаточно Многоплановая Да Многоплановая И еще Поэтому Я считаю Что То что мы Изучаем В кружке Это только Часть того Что Тот Кто интересуется Марксизмом Нужно изучать Только на кружке Наиболее Как говорится Эффективной Будет Самостоятельная Работа Самостоятельная И Без Самостоятельной Работы Ничего Толкового Не получится Не поймем Мы правильно Не будет Как бы Создано Правильное Понимание Марксизма Только Самостоятельная Работа Может дать Просто Если возвращаться Опять же К теме Раззывания Работы Карикатуры На марксизм Мы же У нас В том числе На кружке Постоянно Сталкиваемся Что Люди Пытаются Судить О том Что происходит На Украине Не разобрав Конечно Но почему Взяли эту Работу Потому что Здесь В основном Рассматривается Взгляд На войну А сейчас Это очень Актуальная Вещь Ведь Война Идет На Украине И мы должны Дать правильную Грамотную Оценку Этому Событию Этой войне Правильно И вот Как говорит Владимир Ильич Для того Чтобы оценить Что представляет С собой Война Нужно Провести Анализ Политики Которая Предшествовала Этой войне А в чем Заключается Что Предшествовало Этой войне Что Империализм Российский Начинает Крепнуть И рвется На рынок А он Никому Не нужен Там рынок Давно Поделен И конечно Же Соединенные Штаты Западная Европа Они конечно Же Не хотят Чтобы вырвался Российский Империализм И вот С помощью Украины С помощью Этого Национализма Который Там Был Развязан Именно Представители Этого Империализма Западно Европейского И Американского Вот И Получилась Эта Война И Случилась Диолетику Не изучает Но Пытаются Там Использовать Какие-то Категории И Использовать Неправильно В чем Собственно Владимир Лично Такого И поймал С первой Шест Строчки На ошибки Разбирается Что такое Сущность С формой С формой Внешний Вид Опять же Перед тем Как критикуем Сегодняшний день Если вы не Освоили Так сказать Базис И основу Критика Будет Глупой Индекватной И Несоответствующей Действенности Класс Что-то у нас в чате Вне вопросов Нет Есть Еще Да есть Вот хотелось бы Тогда Применить Вот это О чем говорит Владимир Ильич Признаки Взгляд на войну Взгляд на войну К современности К современному Реальному Да То есть Он говорит Что Война является Прогрессивной Если она Национально Волит Да Если там Война за демократию Да Да Можно же Как-то Выделить Что представляет С собой Прогрессивные моменты Именно вот В этой войне Значит В этой войне Прогрессивный момент Заключается в том Что Демократические Республики Вот эти Луганская И Донецкая Народные Как они себя Заявили Народные республики Они восстали Против Фашизма Нацизма Который Навязывали им Со стороны Украинских Правителей Они восстали То есть Здесь Со стороны Этих двух Республик Война Конечно Справедливая Конечно Справедливая Они против Нацизма Против Угнетения Это Русскоязычного Населения Которые Даже Запрещали Вообще Используют Русскоязычного На территории Украины Это Одна А вторая Страна Когда они Заявили О независимости О нежелании Подчиняться Нацистскому Правительству Они начали Их Как бы Бомбардировать Ты говоришь Начали по ней Стрелять И Пытаться Покорить Их Именно Силовыми Войной Именно Войной Конечно Со стороны Этих Республик Война Справедливая Но Тут Получается Так Что Силы То Неравны Силы Неравны И Эти Республики Которые Заявили О независимости Они С самого начала Обратились К Российской Федерации За помощью Что Помогите Нам Отстоять Нашу Независимость Мы Против Нацизма Ну И Что 8 лет Наши Правители Ждали Чем Это Все Закончится Почему Не могли Они Все могли Но Они Не хотели Потому Что Они Боялись Поссориться С Американским Западноевропейским Империализмом Который Воспитал Нацизм На Украине Но В конце Концов Когда Наши Правители Пытались Что-то Выторговать Эти 8 лет Чтобы Их Допустили На рынок А Ничего Не Получилось Не Нужны Они Там Со Своими Идеями Со Своим Товаром И так Далее Поэтому Вынуждены Были Заявить О том Что Они Наконец-то Через 8 лет Решили Помочь Признать Эти республики И помочь Им избавиться От нацизма Хотя Цель у них Конечно Совершенно Другая То есть Сущности Они решают Свои Да Свои проблемы Под прикрытием Хорошего Дела Оказания Помощи Вот этим Народным Республикам Избавиться От нацизма От посягательств На их свободу Вот Суть Коротко Как я понимаю Этого дела Начинается С того Что надо Со всех сторон Изучить Конечно Да Конечно Да Я вам Рекомендую Кто Выбрасывал На кружке Взгляд Этого Молодого Парня Как он Анализирует Как там Всякие Саша Скидывал Я еще Скидывал Да Я еще Не смотрел Паша Паша По-моему Скидывал Да Есть там Интересно Но правда И там Ваша Партия Тоже критикует Быстрого Как Взгляд Вот Михаил Васильевич Вашу Критикует Так Да Посмотри Посмотри Но Мне кажется Вот еще Что Войдите В интернет Там 31 числа Было Опубликован Доклад На пленуме РКРП В выходные 26-27 Прошел пленум И там Обсуждался Один из основных вопросов В отношении к войне На Украине И там Очень подробно По-марксистски Проанализирован Вот Как бы Сложен взгляд На эту войну Вот Откройте Сайт РКРП И там Доклад На пленуме ЦК Об отношении К войне Очень толковый На мой взгляд Очень грамотный Анализ Там На этой войне Марксистский У кого есть возможность Выйти в интернет Посмотрите Пока Еще есть возможность Пока не отключили Да Продолжение следует